Здравствуйте! В эфире программа «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том числе несовершеннолетних. Всего 23 преступления, которые, по мнению следователей, были совершены Михаилом Назаровым в период с января по июль прошлого года. Вместе с ним в шести эпизодах обвиняются 18-летняя Татьяна Галкина и еще трое жителей Самары. При расследовании уголовного дела было установлено, что фактически Назаров и Галкин являлись соисполнителями указанного преступления. При этом Назаровым единолично сначала было совершено убийство Косаревой, а в последующем в соучастии было совершено убийство Васиной. При этом фактически исполнителем являлся Назаров. Галкин, выполняя свою роль, оказывал пособничество, так называемое, подавлял сопротивление несовершеннолетней Васиной. Девочек задушили. Все произошло в одной из квартир на проспекте Ленина в Самаре. Как позже выяснили, помещение было арендовано для занятия проституцией. Позже тела школьниц обнаружили на спуске к Волге на улице Шмидта. Мотивом стала банальная жажда наживы. Вещи девочек были обнаружены в одном из ломбардов. По данным следователей, Татьяна Галкина и еще один обвиняемый по делу сознались во всех преступлениях. Михаил Назаров и еще двое подсудимых вину признали частично. Причастность к убийству Назаров полностью отрицает. Стоит отметить, что в момент совершения преступления Назаров был вменяем, а также находился под подпиской о невыезде. А до этого две недели в федеральном розыске. Проходил по уголовному делу по 126 статье по похищению человека. И действительно в промышленном суде, когда следственные органы вышли с ходатайством об его аресте, он не был арестован. К нами были направлены письма в областной суд с данным фактом. Теперь то решение промышленного районного суда будет рассмотрено на коллегии судей. Возможно, кого-то привлекут к ответственности. Отделы Михаила Назарова, Татьяны Галкиной и еще трех самарцев готовят передачи в суд для рассмотрения. Крупная авария в Самаре унесла жизни двух человек. ДТП произошло поздно ночью на пересечении улиц Гагарина и Авроры. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор, установленный в машине очевидца. На записи видно, как иномарка на огромной скорости выезжает на перекресток, как стало известно позже, на красный свет и сталкивается с вазовской приорой. От сильнейшего удара лада загорелась. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. По данным полиции, незадолго до трагедии на парковке у торгового центра «Фрегат» водитель «Шевроле» стал виновником небольшого ДТП и скрылся с места. Сотрудниками ДПС была предпринята попытка догнать и остановить данное транспортное средство. Однако, учитывая разные скоростные возможности автомашин, сотрудники ДПС прекратили в районе торгового центра «Тойота Аврора». Водитель автомашина «Шевроле Круз» проследовал по улице Аврора в направлении улицы Гагарина, неоднократно проезжая на запрещающий сигнал светофора на улице Печерска, на улице Дыбенко. В итоге 28-летнего нарушителя с травмами доставили в одну из больниц города. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Подробности ДТП установят следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще два человека погибли в результате аварии, которая произошла на 1082-м километре автодороги М5 «Урал» в Сергиевском районе. По словам очевидцев, водитель ВАЗовской «Семерки» попытался по обочине обогнать идущую впереди «Калину». В какой-то момент водитель классики не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела навстречу. По ней в этот момент двигался автобус, в котором ехало более 30 человек. После столкновения с ним легковушка врезалась в «Калину». 28-летний водитель и пассажир «Семерки» погибли на месте. Остальные участники ДТП не пострадали. Еще одно ДТП, в котором удалось обойтись без жертв. Авария произошла рано утром на трассе Самара-Ульяновск. На записи видно, как автомобиль с видеорегистратором обгоняет ВАЗовская «Приора». Перед ней левый поворот совершает Рено. Водитель отечественной легковушки не успевает среагировать. Происходит удар по касательной, от которого иномарка переворачивается. По словам очевидцев, водители отделались незначительными травмами. Около 70 миллионов рублей. Такова сумма задолженности жителей 320 домов Красноглинского района перед своей управляющей компанией за услуги ЖКХ. В гости к ложнякам поселка Мехзавод представители управляющих компаний отправились вместе с приставами. Здравствуйте. Судебный пристав. Дверь откройте. Спасибо. 20 дом в 11 квартале поселка Мехзавод. Общая задолженность его жителей за услуги ЖКХ составила 650 тысяч рублей. Жители этой квартиры за коммуналку не платят уже несколько лет. В итоге задолжали более 80 тысяч. При ходу приставов и телевидения они оказались не рады. Документы есть вот на техниках. Камеру уберите. Отсюда, блин. Собираются эти должники платить или нет, выяснить так и не удалось. Но судя по их поведению, финансовое бремя не сделало их менее легкомысленными. Смотри, как позировать. Шутки шутками оплатить все же придется. Судебные приставы описали имущество. На то, чтобы погасить долг, у хозяев есть 10 дней. Иначе в течение месяца им придется расстаться с нажитым. Если должник в течение 10 дней не проплачивает, то это имущество реализуется. Деньги, полученные в результате реализации, они распределяются в счет погашения задолженности. Находясь в пьяном угаре, должники так и не поняли, к каким последствиям может привести беспечность. Мы веселые ребята. Усел. Укажите по ящику нас, пожалуйста. По данным местной управляющей компании, на их обслуживании находятся более 300 жилых домов. За услуги ЖКХ не платят всего около 3000 жителей. Несмотря на маленький процент от общего числа, долг составил почти 70 миллионов рублей. На эти деньги, в принципе, можно было бы сделать за лето текущий ремонт кровли. Полностью отремонтировать подвальные помещения, то есть системы лежаки, стояки, горячее, холодное водоснабжение, канализацию. Можно было бы сделать ремонт всех подъездов на эти деньги. Но так как должники не платят, нам приходится отдавать эти деньги ресурсоснабжающим организациям в счет нашей задолженности, которую мы не додаем. Тем, у кого возникли временные финансовые трудности, в управляющей компании советуют не отсиживаться дома, а идти на переговоры. Им пойдут навстречу и предложат оплатить задолженность в рассрочку. Для этого нужно просто написать заявление. Попал в десятку. Не первый раз сотрудник СОБРа Сергей Панфилов лидирует в стрельбе. И не только. Опытный боец, много лет на службе интересов Родины. Мы раньше часто приезжали, работали на границе в Оренбурге. Это и по наркотикам, и по сбросу с поездов товара. Надо это выявить, надо сделать засаду, надо в том месте, где это все будет сделано. Ну, естественно, не только от нас это все зависит. Люди, которые занимаются, есть информаторы. Ну, это как в любой работе. На ежегодные соревнования по стрельбе среди работников таможни приехали 9 команд со всего Приволжского федерального округа. Из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары. Все участники демонстрируют глазомер и выдержку. Внешне спокойные и невозмутимые, но признаются, в крови зашкаливает адреналин. Стрельба, она захватывает так, как в любом виде спорта. Очень даже захватывает. И человек, попробовавший раз нажать на спуской крючок, говорит, что стреляю, стреляю и стреляю, пока ходят ноги и держат ствол руки. Главный судья соревнований по стрельбе из боевого оружия Сергей Альбочий говорит, женщины не уступают мужчинам. И даже могут преподать многим из них урок мастерства. Нужен один пистолет, который ты знаешь, ты знаешь уже там и длину спуска, все абсолютно. Все нюансики. Вот одну точечку какую-то пропустил, стрельба не пойдет. Поэтому важно все. На первенстве стреляют из настоящего боевого оружия пистолета Макарова и автомата Калашникова. Как раз того, который применяется в работе. Мы, еще раз говорю, занимаемся как раз тем, что готовимся, себя готовим, готовим своих людей к тому, чтобы в какой-то момент человек мог рискнуть жизнью, во-первых, и применить оружие. Из лучших стрелков будут сформированы команды, которые поедут на следующий этап соревнований, где будут отстаивать честь своих городов. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. Субтитры создавал DimaTorzok